пора обращаться непосредственно к президенту россии поднятие пенсионного уровня возраст на пять лет это что забота гражданах ложь чистейшая ложь представляете единая россия партия профессионалов о профессионалы профессионалы я готов встретиться с любым честным профессионалом из единой россии единая россия партия защищающий культурное наследие о традиционной ценности ребята вот культурное наследие но вот друзья не надо далеко ходить смотрите как единая россия у нас заплатки делает на дыры в асфальте это друзья добрый вечер читая читая прессу свежий в руках у меня дмитровский вестник а знаете друзья вот последние номера читают как юмористическая такая пресса черной магии там или черного юмора да знаю черный юмор скорее всего короче говоря давайте посмотрим что у нас пишет дмитровский вестник очень быстро пробежимся и найдем за смешные значит для для на мой на мой взгляд вещи посмотрите мы нацелены на конкретный результат и мы видим значит эту статью тут господин поначевный тут сидит глава глава значит дмитровского городского округа очень он говорит очень почетно принимать в нашем округе участников форума со всего севера подмосковья и открыто обсуждать вопросы по здравоохранению друзья то есть про проходит форум 7 гражданский форум подмосковье здоровья он был посвящен вопросам здравоохранения московской области то есть вот эти люди правящая партия поначевный тоже в ядре находится они проводят всю свою власть они очень любят проводить форуме форумы совещания вот эти презентации но до них форум это у них прям это чуть ли я не знаю какая-то панаите что-ли вот они собираются сидят за столами обсуждают какие-то вещи хлопают в ладоши подписывают какие-то бумаги иногда видимо белые листы потом на этом все заканчивается это власть вот она так вот и в то же время только что проехал значит камаз который вот привез песок на незаконную стройку вот друзья смотрите что происходит сегодня у нас тут завозят целыми камазами песок еще мне показывать чтобы я отсюда ушел на территорию где нельзя ничего строить завозят новый грунт и песок туда где должны были быть археологические раскопки представьте какое продолжается глумление над территорией до древнего нашего земляного вала и вот водитель попытался мне указать что мое место не здесь что я должен покинуть вот это все сборище их не то есть водила мне приказывает еще посмотрим что не скажет еще а вот смотрите ки березки тут нарисовали на сайте всякую чушь вот так вот друзья продолжают засыпать новым грунтом песком древнюю территорию ну которую нельзя вообще засыпать то есть они видимо предполагают дальше уже дальше все смещать этот наш эдемский сад дальше глумится над территорией но заповедного прямом смысле заповедного земляного вала безусловно какие то вопросы водителю задавать бесполезно я думаю что можно задать эти вопросы будет депутатом каким-то ли еще кому-то да да снимайте меня снимайте снимайте я вас снимаю вы меня отлично в принципе друзья тут все понятно я оставляю за собой право а как член всероссийского общества охраны памятников истории подать заявление в полицию с вопросом что здесь происходит почему этот камаз привез сюда песок но все друзья далее без комментариев и все видели эти люди что хотят в древнем кремле то и делают да пора обращаться непосредственно президенту россии очень что хотят то и делал эти форму грау говорят о том что они не собираются никуда уходить им хорошо они правят и они уже видимость посчитали что выборы так и состоятся значит дальше смотрите чистая подмосковье наша общая задача в регионе стартовала реализация масштабной программы по установке эко пунктов это проводит губернатор области андрей воробьев и глава госкорпорации ростех но короче да сергей чемизов проверили работу эко пункта в химкинской школе номер 29 то есть они сейчас сдавать можно бутылки туда в общем это ладно тут значит детей детей учат как бороться с пожарами тут тревоги туда берем вот вот интересная вещь смотрите вот это мне уже нравится вот это знакомая моя тут значит центре интерьера ладья это в дмитрове прошла встреча депутата госдумы ирина родниной с работниками дмитровского мебельного комбината и она вот это роднина вот здесь присутствует на эту поставили водичку она тут ходит разговаривает недовольный взгляд какой-то опять и на другой фотографии мы видим буквально там раза буквально единицы рабочих которые присутствуют на этой встрече ну понятно и смотрите что например она говорит жители села орудьево рассказали о школьной площадке закрытой вечером и выходные то есть школьная площадка просто закрыта где видимо и тренажеры стоят какие спортивные там снаряды все закрыто ирина роднина ответила что если организовать в школе спортивный клуб тогда в часы занятий будет открыта школьная спортивная площадка где в это время неурочной деятельности с детьми будет заниматься тренер которому эта работа оплачивается то есть фантазерка все им посоветовала открыть тренера кого-то нанять да никого тренера не наймут в общем просто так людям стоит и вешает лапшу на уши почему я так говорю потому что лично был у ирины родниной на приеме три года назад то есть она мне гида почему я должна ваше заявление чтобы я вам помогла там это нести куда-то в администрацию бросил у нее ваше заявление брать не буду никакие действия хорошо все забрал обратно заявление то есть такой прием раз жизни то есть человек просто от всего отбрякивается помогать ни в чем не хочет но и снова вот эта женщина она рвется в государственную думу и почему-то все вот привязалась к нашему дмитровскому городскому округу ну прям у нее такая любовь что ли к этому округу где и узнать не знают и ничего не ведают в общем тем не менее сейчас дальше будет интересно еще вот вот здесь начинаются выборы смотрите да вот газета дмитровский вестник она общественно-политическая газета дмитровского городского округа московской области и вот в этой газете реклама единой россии то есть правящей партии то есть других реклам других партий здесь нет а ну вот одна только да вот есть есть да вроде бы надежды 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 здесь справедливая россия больше него в одной партии нет но вот эти два две страницы большие опять же посвящены родниной воспитание здорового поколения условия успешного развития страны вот она все 20 лет видимо занимается воспитанием дворцы спорта закрытые на площадках все сломано моя просьба о том что организовать киностудию работать с детьми она не стала даже заявление брать рассмеялась в глаза как это просто чушь какая-то вот смотрите что здесь интересно еще смотрите друзья вот и вот здесь кроме того что ирина роднина кандидат депутаты государственной думы федерального собрания российской федерации одномандатный сбрать на округ номер 118 что за одномандатный но видимо по дмитровскому району что ли и вот здесь рядом с ней некто александр орлов а личность которая как бы в тени за родниной он тоже был да елки-палки он тоже был на приеме когда я выходил на прием к ней смотри что произошло дальше недавно я нашел александра орлова в сети вконтакте социальности вконтакте и написал ему сообщение где попросил его предложил александру прийти значит встретиться в центре и высказать свое мнение по застройке земляного вала по каким-то аттракционного там представляете человек все прочитал тишина то есть этот человек который будет баллотироваться здесь у нас в депутаты московской областной думы он не пошел на на контакт но человек очень интересно смотрите что здесь написано нам здесь жить это его лозунг нам здесь жить ну ладно нам здесь жить смотрите что он пишет за пять лет депутатской работы общаясь с жителем я приобрел не только бесценный опыт но и множество единомышленников активных граждан которые любят свой округ хотят чтобы жизнь в нем стала лучше и комфортнее лжет то есть активный гражданин написал ему письмо сообщение давайте встретимся я расскажу о каких-то делах тишина ноль эмоций ноль эмоций этот человек или боится выходить на контакт или но просто ни с кем он не выходит на контакт будущего такой чиновник и смотреть что он пишет за пять лет депутатской работы хотя судя по всему это не депутат это помощник депутата родниной хотя позиционирует себя как депутат знаешь смотрите его основные программы его основные народная программа это единой россии он представляет народную программу строительство скоростного путепровода через канал имени москвы и ж.д. советского направления причем туда он ты что в канале имени москвы работаешь фантастика строительство новых очистных сооружений в дмитру этого нам уже объявляют но обещают новые честные сооружения уже 10 лет если не больше и этот орлов в дубне какие-то детские сады открывает в дмитрове в лоб не он постоянно еще выезжает то есть везде фигура здесь фигура там очистка рега прудов борьба за грязнением окружающей среды строительство новых станции очистки воды и строительство двух школ 5 микрорайон дмитрова и в селе зерецком служаи это короче программу кота губернатора или главы района ну ты кто помощник депутат причем тут здесь ты очистка вот этих всех вещей благоустройство парков и общественных пространств учетом пожеланий жителей вот господин александр орлов я вам написал письмо именно по благоустройству парков и общественных пространств учетом прожил они жители вы пришли на встречу вы даже мне не написали ответ вы вообще не хотите общаться социальная газификация сельских домов владели но социальная газификация это программа президента причем тут вы помощник депутата орлов очень смотрите возвращаемся к единой россии что здесь пишут еще знаете в некоторых сми пишут что единая россия никакого отношения президенту путину не имеет что здесь мы считаем смотрите как красиво все написано голосуем за номер пять десять причин поддержать партию президента а и 1 единой россии то партия президента все таки вот правда-то открылась единая россия партия народного большинства враньё какого народного большинства а с кем я и знакомых сейчас разговаривал прошлый выбор не один человек с моего окружения а это тысячи человек не голосовал за эту единую россию и в нее даже вступить невозможно стать членом этой единой россии это орден крестоносцев феодалов которые рулят и винтят весь бюджет наш смотрите за последние четыре года партию поддержали на выборах разного уровня с федерального до местного десятки миллионов граждан более половины наш кандидат является беспартийными среди них волонтеры и общественники то есть уже пудрят мозги тут же партия народного большинства и тут же говорят все более половины наших кандидатов каких-то конди каких кандидатов являются беспартийными подождите или вы или это члены тут вообще не понятно что написано здесь дальше поехали третье причина поддержать эту партию единая россия партия заботишься о людях опять ложь наш главный приоритет забота о людях что вот это сейчас раздербанивание древнего кремля или нетрудоустройства ветеранов боевых действий на работу значит поднятие пенсионного уровня возраст на пять лет это что забота гражданах ложь чистейшая ложь представляете значит это так мы почитали забота о старшем поколении сюда входит работа с молодежью повышение качества образования решение жилищного вопроса охране экологии но это вообще все это запредельная ложь идет во всем дальше четвертая причина голосовать за единую россию единая россия партия профессионал о профессионалы профессионалы да 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 вы только к славе бельмондота не подбивали кто такой профессионал профессионал это честный человек прежде всего где вы нашли честных здесь администрация у нас где но давайте походим поговорим с этим честными людьми давайте поговорим встретимся я готов встретиться с любым честным профессионалом из единой россии и поговорить с ним обо всем прежде всего пойдем на наш земляной вал с ним побазарим а про честность и про профессионализм пятая причина единой россии партии ориентирована развитие страны но у нас за развитие страны в своих интересах наша цель повышение качества жизни людей опять та же самая шарманка шесть шестая причина единая россия партия объединяющие опыты открытой к новым подходом не за от низа не открытая партия к новым подходом ни в коем случае любая инициатива в муниципалитетах снизу простых людей она все гасится попробуйте прийти с любой инициативой вас пошлют на огромное количество букв огромное вранье чистейшая обеднение опыта профессионализма новых подходов свежих идей позволяет партии успешно решать проблемы стоящие перед страной седьмое седьмая причина единой россии партия неравнодушных людей но да во время пандемии мы не остались стороне мы помогали людям волонтеры партии депутаты доставляли продукты лекарства и так далее так далее но все все партии все и все люди помогали друг другу и тем не менее вот эта партия тянет на себя делать ибо мы помогали а другие типа не помогали да так восьмая причина единой россии партия патриотов ну куда там куда там партия патриотов значит у ветеранов боевых действий и у нее защищенных слоев граждан для пенсии вот эта единовременная выплата 3000 рублей у кого-то полторы тысячи рублей как жить вранье чистейшее вранье партия патриотов какие вы патриоты вы перемешали опустили на низкий на низший уровень плинтуса блин всех ветеранов боевых действий в этой стране они никому не нужны ложь как говорят в известной программе на первом канале так 9 единая россия партия защищающие культурное наследие ооо традиционной ценности ребята вот культурное наследие земляной вал в этом земляной вал в дмитр и все распахали все сейчас небольшой ставлю вам только что снял эпизод минутный что они там делают а там камаз привез вот это вот и вообще вранье это высшей степени враги это вообще защищающие культурное наследие но и но это вообще просто блин просто врут в глаза понимать врут ложь вообще не прикрытая противно просто все даже читать но это нужно читать вот здесь расшифруем 9 пункт россия страна с богатой культурой обедняющий лучшие традиции народов национальности мы все вместе впредь будем защищать главной ценность традиционную семью многонациональную культуру обедняющий нас русский язык в этих пунктах ни слова нет о культурном наследии о памятниках культурном наследии болтуны десятая причина последний видимо единая россия партия стабильности единая россия единственная партия которая идет на предстоящие выборы с конкретным планом народной программой программы миллионов наших грязно в ее основе поддержать стабильность забота о благополучии людей развития сильной страны но конечно это запредельно запредельная ложь в ее основе поддержать стабильности забота о благополучии людей но нету бы благополучии людей заботы нет не чувствуя 20 лет как многие многие наши граждане граждане не чувствую очень друзья вот такая смешная газета у них проходит форме форму у них значит идет дележка значит конкретных денежных средств на какие-то проекты те же самые честные сооружения и кабачки вот эти блины все распределяется перераспределяется какие-то новые бизнес-проекты даже вот это то что строит валу это у них тоже очередной бизнес-проект по которым получат хорошие хорошие откаты но очень все тут сколько можно говорить об этом все у меня все всем здоровья ну вот друзья не надо далеко ходить смотрите как единая россия у нас заплатки делает на дыры в асфальте это это просто жуть это просто посмотрите это все даже не утрамбовано просто можно все разрушает а вот дырка тут просто так вот валяется асфальт посмотрите что это издевательство просто здесь даже не разравнено скорее всего людям не заплатили просто они накидали и уехали оплатить им наверно не стали ну просто жуткая жесть я вообще такого не видел никогда как-то можно ремонтировать асфальт смотрите что творится просто грязи накидали в яму все слушайте при гаврилове такого похабного отношения не было к ямам надо вот это все застыло смотрите чё это колдубин это это просто здесь все оставили это чё что происходит вообще издеваться над городом над нашим школе и геть поначемная лё вы чё творите вообще горы мусор это друзья вот как раз гостиница вот это стоит с другой стороны от торговой площади просто мрак какие-то закидали просто асфальтом и все даже не не утрамбовали ребят но это просто издевательство над какими-то гостами еще чем-то нормальный человек заплачет от такого качества пойдем пусть пусть